Закрытие самой большой и жестокой тюрьмы. 10 тысяч заключенных. 10 тысяч человек в месте, в котором они определенно не хотят быть. Драки заключенных. Нападение на офицеров части. Люди годами кричали об этой тюрьме, это преступление против человечества. Но каким-то образом она до сих пор функционирует, и сейчас уровень насилия там достигает рекордно высокого уровня. Добро пожаловать на остров Райкерс. Уже несколько лет активисты и юристы призывают закрыть это место. Остров Райкерс имеет репутацию одного из худших мест для заключения в США. Это пенитенциарное учреждение, сравнивают с одним из кругов Ада Данте. Это также второе повеличение тюремной системы в США после тюремной системы округа Лос-Анджелес. Около 85% сокамерников, которые за дня в день находятся в заперти, не были даже приговорены. Остальные отбывают короткие сроки. Однако это не означает, что она менее опасна, чем тюрьма, где люди отбывают длительные сроки за особо тяжкие преступления. Спросите людей, которые прошли через тюремную систему в США, и многие скажут вам, что тюрьма была лучше, чем то, что было до нее. Но остров Райкерс является тому противоположностью. Он всегда возглавляет рейтинги самых худших мест для заключения. И прежде чем я продолжу, хочу спросить у вас, а знаете ли вы, что стоимость гаджета не гарантия его надежности и удобства? И так везде. Например, классные наушники можно купить в 4 раза дешевле популярных Apple AirPods'ов. Вот вам CGPods от тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 в России. Количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное, это влагозащита. CGPods можно мыть под краном, в душе, и даже падение в сугроб им не страшно. Отличный звук и автономность 20 часов. Заряжаются они в оригинальных кейсах. У CGPods Lite самый маленький в мире кейс антистресс с магическим щелчком крышки. Как коробочка для кольца, девушки в восторге. А кейс CGPods 5.0 из авиационного алюминия и выдерживает до 220 кг. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете. И благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Тюменские CGPods уже вошли в топ-5 наушников в России. Купить их можно только онлайн. 3500 рублей честная прямая цена. Без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии. А если что, просто обмен на новые без ремонта. Ссылка на официальный магазин производителя и промокод на скидку 200 рублей на эти и другие модели наушников в описании. Порадуйте себя и своих близких. Таким образом, в 2015 году власти Нью-Йорка пошли на мировое соглашение, в котором пообещали все исправить. В тюрьме были установлены тысячи камер наблюдения. Городские власти заявили, что будут пресекать случай жестокого обращения с заключенными и охранниками. Но стало ли лучше? Очевидно, что нет. Как заявила прокуратура США в 2015 году, Райкерс является домом для культуры насилия, существующей на протяжении десятилетий. Конечно, можно было что-то исправить. Сам остров когда-то принадлежал Абрахаму Рикену, голландскому поселенцу, заявившему о праве на него в 1664 году. А в 1884 его наследники продали остров городу Нью-Йорк, где в 1925 расположилась тюрьма. До этого времени это место было домом для тонны мусора, вывозимого из города. Это привлекло столько крыс, что, по словам очевидцев, не существовало ни единого газа, который мог бы от них избавить. Вскоре адская дыра кишащая крысами встретила первых заключенных. Очевидно, условия там были нечеловеческими, но сегодня давайте сосредоточимся на том, что на острове произошло за последнее десятилетие. Только совсем недавно люди стали называть остров Рейкерс символом жестокости и бесчеловечности. Это суровые слова, но бывшие заключенные не станут оправдывать свой бывший дом. Многие из них были заключенными подростками. Возьмем, к примеру, парня по имени Видал Гусман. Он попал туда, когда ему было всего 16 лет. Когда он сидел в автобусе, едущем через мост к острову, охранник посмотрел на него и сказал «Добро пожаловать в школу гладиаторов. Рейкерс тебя не бросит». Для тех, кто не слишком знаком с тюремным сленгом, термин «школа гладиаторов» часто используется для описания учреждений для молодых правонарушителей в Великобритании и США. Также было взято интервью у парня по имени Джонни Перес. Он также попал в Рейкерс в возрасте 16 лет, но как рецидивист и в последующие годы провел время в 9 разных тюрьмах в штате Нью-Йорк. Он подтвердил, что Рейкерс – худшее место из всех и объяснил почему, говоря вещи, которые кажутся почти невероятными. «Я однажды купил лекарства у сотрудников исправительных учреждений, которые повернулись ко мне и сказали, что посадят меня в одиночную камеру, если моя мать не встретит их на стоянке, чтобы заплатить им натурой». Это сказал Перес. Он также заявил, что провел много времени в одиночном заключении, которое, согласно исследованиям, оказывает гораздо более деструктивное влияние на психику молодого человека. Одной из причин является то, что мозг в юном возрасте еще развивается, а главное – лобная доля завершает свое развитие только к 25 годам, и это так называемая исполнительная группа, отвечающая за контроль над импульсивными желаниями и за полное осознание последствий своих действий. «Опыт изоляции особенно пугает, травмирует и вызывает стресс у подростков», – прокомментировал психолог существования одиночных камер для молодых людей. Эти травмы влияют на важные процессы развития, и, нарушив их, вернуть правильное функционирование этих процессов может уже не получиться. Короче говоря, огромное количество еще не сформированных ни физически, ни морально людей было брошено в это осиное гнездо, и они не получали особого внимания со стороны властей. В то же время многим подросткам не хватало родительского наставничества, если у них вообще был какой-либо координатор. Для многих травма была наложена на травму, а потом их и вовсе заперли в одиночку. В 2018 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в Твиттере «Никто младше 18 лет не будет отправлен в Рейкерс, но это не сократило уровень насилия». После этого еще один бывший заключенный описал атмосферу в Рейкерсе. Он сказал, что если вы вдруг окажетесь там, вы должны быстро научиться выживать. Очевидно, это касается любой тюрьмы, но в этом случае все куда опасней. Это место, где нужно выбирать – хищник или добыча. Да, с одной стороны ты совершил преступление, а теперь платишь за него своим временем, но подумайте сами, что нужно обществу? Когда заключенный выходит из тюрьмы, став лучше или наоборот, в сотню раз хуже? Но что, если кто-то подвергнет вас испытанию? Что, если бы вам пришлось выбирать между хищником и добычей? Вообще, должны быть предприняты меры, чтобы такого не случалось, но, как вы теперь видите, офицеры на острове Рейкерс исторически не отличались состраданием и прогрессивным мышлением. Возьмем, к примеру, Ллойда Николсона. Еще в 2000-х он был офицером, получившим известность благодаря тому, что представил на острове Рейкерс нечто под названием «Программа». Позже оказалось, что это был своего рода бойцовский клуб для заключенных. Николсон и другие офицеры активно поощряли драки молодых людей. Издание New York Times писало об этом в 2009 году, говоря, Характер случаев свидетельствует о том, что городские чиновники исправительных учреждений знали о проблеме, где охранники Рейкерс соглашались и поощряли насилие среди заключенных. Это привело к судебным искам против города, и ни один из виновных так и не предстал перед судом. По данным Times, бойцовский клуб привел к жестокому избиению некоторых заключенных, при этом был убит как минимум один человек. Это напоминает случай 2005 года в Великобритании, когда охранники намеренно поместили расистского и крайне жестокого заключенного в одну камеру с 19-летним неагрессивным преступником азиатской национальности. Затем охранники сделали ставки в игре, которую они называли «Гладиатор», где они должны были угадывать, что произойдет. В результате молодой человек был забит до смерти в камере за день до того, как его должны были освободить. В Рейкерсе охранники также выбирали жестких заключенных, которым они позже давали руководящие должности. Они также учили любимчиков, как лучше всего нападать на кого-то или, по крайней мере, удерживать их. Иногда они рассказывали сокамерникам, где и когда произойдет подстроенное нападение. Помимо насилия, некоторые охранники участвовали в вымогательстве. После этого городские власти заявили, что предпримут меры, чтобы ничего подобного больше не повторилось, но когда охранники заставляли заключенных заниматься вымогательством по отношению друг к другу, они, как известно, сами прибегали к насилию. Вот что заявил прокурор США. Это место, где грубая сила – это первичный инстинкт, это не последнее средство защиты, место, где словесные оскорбления возмещаются физическими травмами, где избиения являются обычным делом, а ответственность – редкостью. В отчете говорилось, что заключенные регулярно видели, как охранники избивают молодых сокамерников, но из-за страха перед тем, что с ними может случиться, они почти никогда не говорили об этом. Охранники почти никогда не теряли работу и не привлекались к уголовной ответственности. New York Times писал про офицера, которого 76 раз обвиняли в чрезмерном применении силы, хотя дисциплинированным мерам он подвергался лишь однажды. В отчете также написали, «Наиболее вопиющее избиение заключенных часто происходит в местах, где отсутствует видеонаблюдение». Одно расследование касательно того, что происходит в стенах Рейкерс, обнаружило следующее. В 2012 году двое сотрудников избили одного молодого заключенного. Офицеры несколько раз ударили заключенного кулаками и ногами по голове, что привело к серьезным травмам, включая двухсантиметровую рваную рану на подбородке, которая потребовала наложения швов, потерянный зуб, а также трещины и сколы на других зубах заключенного. Стало известно, что в тюрьме как офицеры, так и сокамерники используют термин под названием «выдержи это». Это означает, что вам нужно выдержать все удары и держать язык за зубами. Еще один заключенный сообщил, что его избивали кулаками и топтали несколько офицеров в коридоре после того, как во время ссоры он оскорбил одного из них. Он попросил доставить его в клинику, но получил отказ. Они дали ему салфетки, чтобы он вытерся и сказали, чтобы он просто выдержал это. Есть множество сведений о том, как заключенных, которые были в наручниках, лежали на земле, пока их били тубинками и ногами по голове. В свой телеграм-канал я выставлял различные видео, драк и организованных нападений тюремных банд как раз-таки в американских тюрьмах. Там они без цензуры. Кому интересно, можете подписаться на телеграм-канал и посмотреть все эти видео без цензуры. Ссылка будет в описании. А подробное видео об этих тюремных бандах я делал на своем ютуб-канале. Ссылка тоже в описании, можешь смотреть это и многие другие видео. Переходи, подписывайся, я жду. Возможно, вы слышали, что случилось с 16-летним Калифом Браудером. Он попал в Райкер за якобы кражу сумки с драгоценностями и провел два года в одиночном заключении, пока его дело не было передано в суд. Считается, что то, что случилось с ним в Райкерсе, подготовило почву для трагической истории его жизни, а точнее, ее конца. Затем был случай с заключенным, который не сумел внести залог в 250 долларов для своего освобождения и каким-то образом его поместили на адский остров. Однажды полицейские пришли к нему в камеру, узнав, что он угрожал себе причинить вред. Вместо того, чтобы предоставить какую-либо помощь, на него надели наручники и начали избивать. Ему пришлось перенести экстренную операцию из-за перфорации кишечника. История Роберта Хинтона также попала в прессу. В 2012 году на него надели наручники и связали, поместили в карцер и избили до бессознательного состояния. В итоге ему сломали нос и позвоночник. Сообщалось также, что Хинтон страдает психическим расстройством. Позднее СМИ заявили, что 4 из 11 тысяч заключенных в Райкерсе были психически нездоровыми. Иногда с заключенными обращаются ужасно, когда они имеют физические отличия. К примеру, случай с Рональдом Спиром. 52-летний мужчина болел и ходил с тростью. В 2012 году он обратился к врачу, когда врач сообщил ему, что ему придется подождать, пока его обследуют. Он вступил в спор с офицером, и в результате этот и другой офицер прижали его к земле, а затем избили. Один из них крикнул Спиру, «Помни, что это я сделал с тобой». Вскоре после этого Спир умер, и работники попытались скрыть случившееся. В данном случае, справедливости ради, они все-таки были признаны виновными в различных преступлениях. Тем не менее, сестра Спира заявила, что приговоры вряд ли изменят поведение офицеров и то, как город позволяет им себя вести. Может быть, кто-то спросит, как некоторым офицерам удается избежать наказания за побои. «Нью-Йорк Таймс» немного проливает на это свет. В 2021 году издание заявило, «С января 2019 года по август 2020 года 56% из более чем 270 сотрудников исправительных учреждений, которым были применены дисциплинарные меры, включая дюжину руководителей, лгали, вводили в заблуждение следователи или подавали неполные или неточные отчеты». 17 работников также дали ложные показания во время допроса. Но не все охранники Райкерса жестокие и беспринципные. Один из них сказал, что каждый день перед тем, как пойти на работу, он молится Богу о его защите. «Я все время беспокоюсь о своей безопасности», сказал он. Нападения заключенных на офицеров в Райкерсе также выросли. Насилие порождает насилие. Ко всему этому известно, что некоторые заключенные даже не получали регулярного питания или достаточных физических упражнений. Помимо того, что мужчин находят мертвыми в своих камерах, нехватка персонала заставила некоторых работников подать в суд на Райкерс за «негуманные условия труда». В иске утверждалось, что в тюрьме царит повсеместный уровень беспорядка и хаоса, и растет насилие. Одна женщина-офицер сказала, что она пошла на работу, рассчитывая на 16-часовую смену, но недавно перешла на 24-часовую смену. Ей даже было трудно получить разрешение пойти в комнату для кормления грудью. Когда ее спросили о ее опыте работы в этом учреждении, она ответила «это ад». Другая работница описала Райкерс как «умственное и физическое истощение и страдание». Пока одни требуют уничтожить это место, некоторые люди выступают против закрытия Райкерс. Причина попросту в том, что они не хотят иметь дело с повышенной преступностью, ведь денег на постройку новых тюрем никто выделять не собирается, а одевать преступников куда-то нужно. Как вы считаете, нужны ли настолько жестокие тюрьмы, или все-таки это уже перебор? Напишите свое мнение в комментариях. Напоминаю, что на мой YouTube-канал ты можешь перейти по ссылке в описании, так же, как и на Telegram-канал, так что переходи, смотри видео и подписывайся. Спасибо за просмотр, ставь лайк. Спасибо за просмотр!